Русский мир 9 февраля этого года исполнилось ровно 90 лет со дня героического подвига крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Эту передачу мы посвящаем всем матросам и офицерам, сложившим свои головы 90 лет назад в русско-японской войне. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Кажется, сама судьба дала этому крейсеру такое гордое и красивое имя – «Варяг». В древности «Варягами» называли легендарных скандинавских воинов по преданию приглашенных княжить на Русь. Под этим именем он и вошел в отечественную историю, став одним из самых ярких символов русского бесстрашия, самопожертвования и национального достоинства. ПЕСНЯ Легкий бронепалубный крейсер «Варяг» был построен в Соединенных Штатах Америки по заказу русского морского министерства. В преддверии близкой войны с Японией практически все отечественные верфи были уже заняты под строительство новых кораблей. Поэтому часть заказов решено было разместить в Америке. Построить крейсер взялась американская судостроительная компания «Вильям Крамп и сыновья». Стоимость проекта оценивалась в два с лишним миллиона долларов. Однако все его вооружение было сделано в России. Орудия на Обуховском заводе, торпедные аппараты на Петербургском металлическом. Ижорцы изготовили оборудование для камбуза. Даже телефоны пришлось делать в России, поскольку американские уступали им по качеству и надежности. Иконы для корабельной церкви написали монахи Петербургского Новодевичьего монастыря. Якоря заказали в Англии. Вся мебель на Варяге была сделана из металла и покрашена под дерево. Это повышало выживаемость корабля во время боя и возможного пожара. 19 октября 1899 года, после освещения и молебна, крейсер был торжественно спущен на воду в Филадельфии. Однако, до его полной готовности было еще далеко. Во время первых ходовых испытаний комиссия из России обнаружила массу дефектов и недоделок. Двигатели «Динамо-машин» постоянно выходили из строя. Ненадежными оказались и новые французские паровые котлы. На исправление дефектов ушел почти целый год. Однако, как выяснилось позже, американцам все же удалось продать нам бракованный корабль. Скорость «Варяга» оказалась ниже расчетной. Паровые котлы продолжали перегреваться и давать течь. Ущерб, нанесенный Россией фирмой «Крамп», оценивался в полтора миллиона долларов. На эти деньги можно было с успехом заложить новый корабль. Несмотря на все трудности, 25 февраля 1902 года «Варяг» отдал якорь на внешнем рейде порт Артура. До этого он успел побывать в Персидском заливе, Сингапуре, Гонконге и Нагасаке. Повсюду появление нового эффектного русского крейсера произвело огромное впечатление. В порт Артуре «Варяг» надолго встал на ремонт. Были полностью заменены неисправные котлы и многие детали ходовой части. Однако достичь расчетной скорости в 23 узла так и не удалось. Между тем, Япония продолжала лихорадочно готовиться к войне с Россией. На английских верфях практически заново был построен ее флот. К 1903 году японская армия мирного времени была увеличена в два с половиной раза, а число орудий в три раза. Главную задачу предыдущей войны японцы видели в уничтожении главного конкурента на Дальнем Востоке. Результатом должно было стать удаление русских из Китая и Кореи, отторжение острова Сахалин и установление господства Японии в Тихом океане. Над порт Артуром сгущались тучи. 27 декабря 1903 года крейсер «Варяг» по приказу русского наместника вышел в корейский международный порт Чимульпо. Командиру «Варяга» в селу до Федоровича Рудневу поручалось установить надежную связь между порт Артуром и нашим посланником в Сеуле. К этому времени японцы уже начали перехватывать и задерживать русские дипломатические телеграммы. Через несколько дней в помощь «Варягу» была прислана канонерская лодка «Кореец». Очень скоро Рудневу стало ясно, что в Чимульпо японцы готовят крупную десантную операцию. И 25 января он выехал в Сеул, где попытался уговорить русского посланника немедленно покинуть Корею вместе со всей миссией. Но тот не решился оставить посольство без приказа. Через два дня порт Чимульпо был уже заблокирован огромной японской эскадрой. Она насчитывала 14 боевых кораблей, включая один из лучших в мире броненосных крейсеров «Осаму». 27 января 1904 года в 9 часов 30 минут Руднев получил ультиматум адмирала Уриу. Японский командующий предлагал покинуть порт и сдаться на милость победителя. В противном случае он угрожал атаковать русские корабли прямо на рейде. Узнав об этом, командиры иностранных судов, за исключением американцев, направили японцам протест против боя на нейтральном рейде. В то же время они отказались сопровождать русские корабли до выхода в море, где те имели бы больше места для маневра и отражения атаки. Новоряги и корейцы начали готовиться к бою. Двое против четырнадцати. По русской традиции матросы и офицеры переоделись в чистой рубахе. Все члены экипажа написали прощальные письма родным и близким. Одно из них сохранилось до наших дней. Принадлежит оно младшему врачу-варяга Михаилу Лаврентьевичу Банщикову. Вот эти строки. «Дорогая мамочка, идем в сражение. Прощай и прости. Юзю поцелуй. Видно, так Богу угодно. Целую тебя крепко-крепко. Прости. Целую, Миша». Михаилу Банщикову удалось вернуться из этого боя живым. Позже он написал. «С благоговением вспоминаю незабвенную картину общего громадного подъема духа. Казалось, нет преграды этим преобразившимся людям». В 10 часов 45 минут к команде с речью обратился Руднев. Вот его подлинные слова. «Братцы, я получил от японского адмирала предложение уйти с рейда до 12 часов, иначе он атакует нас всей эскадрой на рейде. Количество судов эскадры неизвестно, но нам и не надо знать. Мы все равно пойдем в бой и поддержим честь русского флага. Помните, братцы, сдаваться мы не будем. Особенно надеюсь на комендоров. Наводите без торопливости, каждый снаряд должен попасть в неприятеля. «Да поможет нам Господь! Осеним себя крестным знамением и пойдем смело в бой за веру царя и Отечества!» В 11 часов 20 минут варяг и кореец снялись с якоря и пошли навстречу японской эскадре. В знак восхищения перед мужеством русских моряков французы, англичане и итальянцы выстроили команды своих кораблей на палубе. «Мы салютовали этим героям, шедшим так гордо на верную смерть», написал в своем донесении потрясенный командир французского крейсера «Паскаль». На итальянском крейсере «Эльба» оркестр играл русский национальный гимн. Осеним культ一端합니다, город К uncommon's гильдия «Паскальта» «chester» Игорь Хол1 «Вер Tomato» «Паскальта» «Т Diversity» Этот уникальный снимок Варяга был сделан с одного из иностранных судов всего за 20 минут до начала боя. Именно в это время священник Варяга, отец Михаил, взяв в руки икону Николая Угодника, обошел все орудийные расчеты, благословляя моряков перед последним боем. Когда русские корабли появились на горизонте, японцы подняли сигнал, предлагавший сдаться. Варяг и кореец ответили молчанием. В 11 часов 45 минут флагман японской эскадры крейсера «Сама» открыл огонь. Один из первых же японских снарядов разрушил верхний носовой мостик и дальномерную станцию. В результате прямого попадания погиб младший штурман граф Алексей Нирот. Он открыл список погибших на Варяге. После боя нашли только часть его руки, сжимавшей дальномер. Через две минуты Варяг открыл сильный ответный огонь с правого борта. Особенно тяжело пришлось тем, кто оказался в этот момент на верхней палубе. Орудия крейсера не имели никакой защиты, ни бронированных башен, ни щитов. Любой осколок мог оказаться смертельным. Японцы стреляли по Варягу в основном фугасными снарядами сильного разрывного действия. Даже от удара о воду такой снаряд разрывался на сотни мельчайших кусочков. В теле одного из раненых матросов врачи Варяга обнаружили более 120 осколков. Вскоре на крейсере вспыхнул пожар. Несколько орудий вышло из строя. Сразу семь японских кораблей вели одновременный огонь по Варягу. Один из офицеров, участвовавших в бою, впоследствии вспоминал. Всюду была кровь и кровь, обгорелые руки и ноги, разорванные тела и обнаженное мясо. И в этом аду русские моряки показали примеры невероятного мужества и хладнокровия. Старший артиллерист Варяга, лейтенант Зарубаев, чтобы подбодрить подчиненных под градом осколков, несколько раз медленно проходил во весь рост вдоль орудий, помогая корректировать стрельбу. Мич Мангубонин с оторванной коленной чашечкой командовал орудием до тех пор, пока не упал от потери крови. Раненые отказывались покидать свои места. По свидетельству Банщикова, в лазарет поступали лишь те, кто уже не мог стоять на ногах. Когда взрывом сорвало кормовой флаг, ботсман Петр Оленин, рискуя быть убитым, поднял новый. Приклад его винтовки был разбит, весь мундир изорвало осколками, но сам он остался невредим. В 12 часов 5 минут Руднев решил ввести в бой орудие левого борта. Однако, когда корабль начал разворачиваться, в него одновременно попало два крупных снаряда. В результате пробоины крейсер перестал слушаться руля и начал крениться на левый борт. Одним из осколков был ранен сам Руднев. К этому моменту расстояние между противниками сократилось до 5 километров. И тогда в бой вступила канонерская лодка «Кореец». Ее снаряды теперь долетали до японцев, и вскоре один из вражеских миноносцев стал тонуть, а на крейсере Чиода начался пожар. Интересно, что за все время сражения ни один японский снаряд не попал в нашу канонерскую лодку. Накануне командир корейца Беляев приказал укоротить мачты, что помешало японцам точно определять расстояние до него и корректировать стрельбу. В 12 часов 25 минут Варяг наконец открыл огонь с левого борта. Прямым попаданием был уничтожен кормовой мостик на Осами, и там начался сильный пожар. Однако ввиду тяжелых повреждений на нашем крейсере решено было вернуться в Чемульпо. Бой продолжался около часа и прекратился только с приближением к рейду. В этот момент Варяг и был сфотографирован корреспондентами многочисленных иностранных газет, наблюдавших за боем с острова Йодальми. В России эти снимки демонстрируются впервые. Любопытно, что среди журналистов был и знаменитый американский писатель Джек Лондон. В тот момент корреспондент газеты «Сан-Франциско-экзаменер». На снимке он крайне справа. А это его фотография варяга. В 13 часов 15 минут израненный, дымящийся варяг бросил якорь на рейде. По свидетельствам очевидцев, вся его палуба была залита кровью. Из 12 шестидюймовых орудий в исправности оставалось только два. Дальнейшее сопротивление было невозможно. И тогда военный совет принял решение. Корабли, чтобы они не достались японцам уничтожить, а команды по договоренности разместить на иностранных судах. Командиры английского, французского и итальянского кораблей немедленно прислали шлюпки с врачами и санитарами. Первыми эвакуировали раненых. Во время перевозки несколько человек, не выдержав мучений, скончались. Единственными, кто отказался принять русских моряков и оказать им медицинскую помощь, были американцы. Многие европейские газеты с измущением напишут об этом случае как о выпиющем нарушении морских традиций. В 15 часов 30 минут на варяги открыли Кингстоны. А на этом уникальном снимке, сделанном с английского корабля, запечатлен взрыв корейца. В 18 часов 10 минут варяг лег на левый борт и скрылся под водой. Через два месяца пароход с моряками варяга и корейца прибыл в Одессу. Россия встретила героев Чемульпо громом оркестров, многотысячными манифестациями и небывалым взрывом патриотических чувств. В Одессе прямо на пароходе им были вручены Георгиевские кресты. Оттуда они прибыли в Севастополь, где в их честь салютовали корабли Черноморского флота. Штабом флота была утверждена специальная программа празднеств, включавшая торжественный молебен и шествие по улицам города. 10 апреля 1904 года 30 офицеров и 600 матросов варяга и корейца специальным поездом выехали в столицу. Повсюду на станциях их встречали тысячные толпы народа. В Курске офицерам подарили иконы. В Орле жители поднесли Рудневу золотой кортик. Об атмосфере тех дней лучше всего говорит меню обеда, данного в честь варяжцев на станции Александровска. Господам офицерам были предложены водка и закуска а-ля рус, манжурский суп, рыба кореец, жаркое чемульпо и много других изысканных блюд. В Москве на Садовом кольце была выстроена деревянная триумфальная арка. Народ подхватывал моряков на руки и нес их по улицам с криками «Ура!». Вечером для офицеров был устроен великолепный прием в здании благородного собрания. А 16 апреля героев встречал Санкт-Петербург. Торжественным маршем моряки прошли по всему Невскому проспекту до Зимнего дворца. Повсюду их приветствовали громадные толпы народа, которые едва сдерживали шпалеры войск, выстроенных вдоль проспекта. Крики «Ура!» и восторженные овации заглушали звуки оркестров. Дамы осыпали героев цветами. На Дворцовой площади моряков ожидал государь и великие князья. Вот как описывает эту встречу газета «Родина». Его Величество по принятии установленного рапорта при звуках встречи и гимна здороваясь обходил фронт команд, а затем изволил проследовать к подъезду Ея Величества. Команды варяга и корейца стройными рядами прошли церемониальным маршем мимо своего державного вождя. В нескольких залах Зимнего Дворца для офицеров и нижних чинов были накрыты столы. На них стояла посуда расписанная георгиевскими лентами. После молебна перед обедом Николай Второй поднял тост в честь героев со следующими словами. Я счастлив братцы видеть вас здоровыми и благополучно вернувшимися. Многие из вас свою кровью занесли в летопись нашего флота дело достойное ваших предков дедов и отцов. Имена варяга и корейца станут бессмертными в России. От души спасибо вам что поддержали честь Андреевского флага и достоинства Великой Святой Руси. Я пью за дальнейшие победы нашего славного флота, за ваше здоровье братцы. Эти слова были встречены громовыми раскатами Ура! После обеда все приборы и серебряные тарелки с георгиевскими лентами были подарены его участникам в качестве памятных сувениров. Тогда же в России появились и первые песни посвященные варягу. Всего их было около пятидесяти. Одну из них к примеру написал известный композитор Цезарь Квий. Но только двум песням суждено было обрести бессмертную славу. Удивительно что текст самой знаменитой из них написал немецкий поэт не знавший ни слова по-русски. 25 февраля 1904 года в Германии было опубликовано стихотворение Рудольфа Гринца посвященное подвигу Варяга. Вскоре в Петербурге был опубликован его перевод сделанный Евгением Стуренским. В России стихи произвели огромное впечатление и вскоре стали народной песней. По некоторым сведениям мелодию к ней сочинил музыкант 12-го гренадерского Астраханского полка Алексей Турищев. Но еще более популярна была другая песня о Варяге. Ее написал студент Юрьевского университета Федор Богородицкий на стихи поэта Репнинского. Называлась она «Гибель Варяга». А всреди Желтого моря бьется Андреевский флаг бьется с неравною силой горды красавец варяг. Мы пред врагом не спустили славный Андреевский флаг. Сами сармарик корей сармарик Сами потоплен варяг. Однако на этом история Варяга не закончилась. Крейсер затонул неглубоко. Иногда во время отливов его правый борт выступал из воды на 3-4 метра. Вскоре после боя японцы начали работы по его подъему. Через 18 месяцев 8 августа 1905 года крейсер наконец всплыл на поверхность. После ремонта японцы включили его в состав своего флота под названием Сойя. Однако в знак уважения к мужеству русских моряков они оставили на корме прежнее имя крейсера Варяга. На всех других трофейных кораблях русские названия были сбиты. Через 10 лет корабль стал учебным. Занятия с каждой новой группой молодых японских офицеров преподаватели обычно начинали со слов. Здесь вы будете учиться тому, как нужно защищать честь своей родины. В 1916 году русское правительство выкупило варягу Японии. Сохранились уникальные кадры кинохроники. Только что купленный варяг прибыл в порт Владивостока. В советских документальных фильмах этот кадр обычно иллюстрировал японскую интервенцию на Дальнем Востоке во время Гражданской войны. В 1917 крейсер был отправлен на ремонт в Англию. Дальнейшая его судьба сложилась трагически. После известия об Октябрьском перевороте в России британское правительство приказало задержать в своих портах все русские корабли. Когда выяснилось, что за ремонт варяга новая власть платить не собирается, англичане его конфисковали. Спустя некоторое время одна из местных фирм продала его в Германию на металлолом. На пути к месту слома у берегов Шотландии варяг наскочил на скалы. Все попытки снять его закончились неудачей. В 1924 году прямо в море англичане распилили его на металлолом. Так закончилась история легендарного крысера. Сегодня большинство реликвий и документов связанных с историей варяга находятся в Санкт-Петербурге. Мы с вами в Российском государственном архиве военно-морского флота. Именно здесь хранятся вахтенные журналы варяга и корейца. Все надписи очень короткие и лаконичные. Вот эта запись сделана рукой Мичмана Нирода всего за несколько часов до смерти. Помните, он первым погиб на варяге. Последняя запись сделана перед затоплением крейсера 27 января по старому стилю. Компанию окончили. Сохранилось в архиве и первое донесение Руднева о подвиге варяга, посланное им из Сайгона. В здании бывшей биржи на Васильевском острове, где сегодня размещается музей военно-морского флота, хранятся личные вещи и награды Руднева. Одна из самых ценных реликвий, которую нам даже разрешили подержать в руках, фуражка Руднева, пробитая осколком во время боя, принадлежавший ему орден Георгия Четвертой степени. Подарки, поднесенные командиру варяга депутациями различных городов. К сожалению, это лишь малая часть того, что уцелело после революции. Во время гражданской войны семья Руднева увезла их за границу и только в 47-м году старший сын продал музею то, что ему удалось сохранить и спасти. музей военно-морского флота один из старейших в нашей стране. Он был основан еще Петром Великим и до революции размещался в здании Адмиралтейства. За 200 лет здесь была собрана великолепная коллекция экспонатов по истории русского флота. После Октябрьской революции музей подвергся страшному разграблению и многое исчезло бесследно. Было разворовано собрание орденов и икон, расхищена уникальная мебель, множество картин, через магазин Тарксина распродана золотая и серебряная посуда. В 39-м году музей перевели в малопригодное для него здание биржи, которое сегодня из-за ветхости рушится буквально на глазах. Недавно отвалился кусок потолка и вдребезги разбил модель крейсера Очаков. Сейчас сотрудники особенно опасаются заботик Петра I. С него начиналась история нашего флота. А теперь неизвестно, доживет ли он до своего 300-летнего юбилея. В 30-е годы было совершено еще одно чудовищное преступление, которое сравнимо разве лишь с уничтожением Храма Христа Спасителя в Москве. В 1910 году в Петербурге заложили новый храм Спас на водах. Он должен был увековечить память о моряках, погибших в русско-японской войне. Деньги на его строительство собирали два года по всей России. Храм построили быстро, всего за 14 месяцев. Торжественное открытие состоялось 31 июля 1911 года. Внутри стены храма украшали мозаики, выполненные по эскизам художника Виктора Васнецова и академика живописи Бруни. На мраморных плитах с золочеными буквами были нанесены названия погибших кораблей. Здесь же находилась икона, которой отец Михаил благословлял моряков варяга перед боем. В стены были также вмонтированы бронзовые доски с именами 12 тысяч погибших от адмирала до Нижнего Чина. Родственники передали храму личные вещи, награды и фотографии покойных. В 1932 году церковь снесли необычайно варварским способом. Иконостас и плиты с названиями кораблей разбили кувалдами. Мозаики крушили ломами и железными прутьями. Бронзовые доски с именами погибших и серебряные алтарные врата были отправлены на переплавку в Москву. Личные вещи и ордена покойников разворовали. А фотографии и многие иконы сожгли прямо на месте. Судьба иконы сваряга неизвестна. В том же году во Владивостоке группа красноармейцев телеграфистов уничтожила крест на братской могиле варяжцев. Восстановили его только после войны. Именно Великая Отечественная война заставила вновь вспомнить о подвиге легендарного крейсера. В 45 году на Дальнем Востоке советские солдаты громившие японцев уже пели песню о городе Варяге. Тогда еще были живы некоторые участники боя Учимульпо. В 1954 году указом Президиума Верховного Совета СССР по случаю 50-летия подвига крейсера Варяг ветеранов варяжцев наградили медалью за отвагу, а двое из них получили еще и медаль за победу над Японией. В 1947 году на студии Горького был снят художественный фильм о Варяге. Некоторые кадры из него вы уже видели в нашей передаче. Роль Руднева сыграл выдающийся русский актер Борис Ливанов. Покажем врагу, как умеют драться за флаг и Родину русские моряки. На прорыв вражеской из колбы бой к победе и славе. Ура! Все наверх! Снято ли сниматься! В роли Варяга выступил известный революционный крейсер Аврора. Специально для съемок на нем была установлена четвертая труба и сняты башни с орудий. Кстати, сегодня это единственный из дошедших до нас кораблей времен русско-японской войны. К тому же участник печально известного Сусимского боя, в котором русский флот потерпел самое страшное поражение за всю свою историю. Поражение русского флота в Сусимском проливе до сих пор остается одной из самых трагических страниц в нашей истории. Сегодня российский военно-морской флот, не проиграв ни одного сражения, находится, пожалуй, в самом плачевном состоянии со времен русско-японской войны. В прошлом году на степелях военных заводов не было заложено ни одного боевого корабля. Более того, офицеров флота стали безнаказанно убивать на улицах родных городов. Два месяца назад в Севастополе был зверски убит капитан первого ранга, начальник пресс-центра Черноморского флота Андрей Лазебников. Он был близким другом нашей программы и мы хорошо знали его лично. Благодаря Андрею Леонидовичу была снята передача о Севастополе. И вот его нет. А вдовела жена Марина осталась дочь. До сих пор украинские власти не допускают российских следователей к ознакомлению с материалами этого дела. Между тем был убит гражданин России, горящий патриот, боровшийся до конца за сохранение единого Черноморского флота. Результаты расследования по-прежнему неизвестны. Молчат газеты и телевидение. Похоже, многие хотели бы побыстрее забыть об этой трагедии, так же, как и огниющим уже 6 лет в Николаевском порту авианесущем крейсере «Варяг». Его строительство было прекращено после ликвидации Союзного Министерства Обороны и начавшегося дележа Черноморского флота между Россией и Украиной. Однажды при Хрущеве мы уже пилили новые корабли на металлолом. Сегодня эта же участь ожидает готовый уже на 70% авианосец. По боевой мощи он должен был превосходить любой из существующих ныне американских авианосцев. 66 самолетов, 12 шахт для пуска крылатых ракет, лучшая в мире система ПВО. Сегодня с «Варяга» уже демонтирован атомный реактор. Корабль стал заложником политического торга между Москвой и Киевом. Украина хочет расплатиться «Варягам» за свои топливные долги, а Россия отказывается платить за этот корабль дважды. Тем временем в московских магазинах появились сборные модели игрушечного «Варяга», выпускаемые в Милане. Что ж, спасибо итальянцам. Остается только напомнить, что сегодня на вооружении стран НАТО 30 не пластмассовых, а настоящих боевых авианосцев. И ни один из них они пилить, пока они собираются. Этих мальчишек из Нахимовского училища впереди ждет еще очень много трудностей. Ведь именно им придется восстанавливать достоинство нашего флота. Мы верим, что им это по плечу, потому что по-прежнему жива в народной душе память о городом Варяге. ПЕСНЯ 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 Готовы к бою орудия в ряд на солнце зловеще сверкают. Готовы к бою орудия в ряд на солнце зловеще сверкают. Сместит и дремит и грохочет кругом гром и грохочет шерпенье снаряда и стал наш бесстрашный и гордый варяг подобен кромешному аду. И стал наш бесстрашный и гордый варяг подобен кромешному аду. В предсмертных мучениях крепещут тела, но душек и дым и спинанья и судно оквачено морем огня настала минута прощанья. И судно оквачено морем огня настала минута прощанья. Прощайте, товарищи, с Богом ура! кипящее море под нами не думали братцы мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами. море не думали не думали ура! Продолжение следует...